Как бы мне не хотелось поскорее завершить это видео, прощаться пока рано, поскольку сказано еще не все. Поскольку критическая масса верующих в коммунизм и его пророков все еще сильна, а критическая масса мыслящих и желающих понять все еще не достигнута, приходится многократно повторять одни и те же простые истины. Все мы знаем русский рок, бессмысленный и беспощадный. Кто-то его по сей день слушает, а кто-то по-прежнему любит. Но слава Марксу, хотя бы некоторые понимают, что тем не менее он действительно бессмысленный и действительно беспощадный, и он таки сыграл свою роль в исчезновении Советского Союза с карты мира. Но сейчас хочется обратить внимание на другой аспект русского рока. Несмотря на то, что все эти рокеры действовали сами по себе, то есть не состояли ни в каком профсоюзе или творческом объединении, тем не менее они действовали заодно. При всем тематическом и стилистическом эклектизме и разнообразии и рядовые слушатели и с позволения сказать высоколубые критики единодушно объединяют всю эту публику в русский рок. Но весь этот стихийный антисоветизм – дела давно минувших дней. Для нас важнее понять день сегодняшний, чтобы выработать программу действий на будущее. Что же есть сегодня у нас? Пользователи различных социальных сетей знают, что где-то есть левонаправленные, социалистически настроенные пророки коммунистических идей, занятые гиперпрогрессивным творчеством в направлении рока и рэпа. Кто-то качественнее, кто-то халтурнее. Сейчас речь о другом. Во-первых, речь о том, что все эти пророки коммунизма в основном действуют точно так же, как те пророки антисоветизма. Сами по себе, каждый сам за себя. Но во-первых, антисоветчикам это простительно, потому что для них это естественно, они работали на буржуазию. Пророкам коммунизма так действовать не к лицу, хотя бы потому, что пролетарии всех стран – соединяйтесь. Во-вторых, тех антисоветчиков чуть менее чем все объединяют в нечто целостное – русский рок. А есть хоть кто-нибудь, хоть где-нибудь, кто объединяет всю эту левонаправленную публику в нечто целостное и единое? Левый рок, социалистический рэп, ассоциация коммунистических художников. Может, я не в курсе, ничего подобного я не слышал. Во-вторых, один из самых видных красных рокеров нашей современности – язык стер, рассказывая о том, какие убогие стихи, какая бездарная музыка у всех этих русских рокеров. И в основном с этим спорить сложно. Но, когда те же самые требования предъявляют ему, во-первых, он молчит, во-вторых, за него заступаются его апостолы, в-третьих, у его апостолов нет никаких аргументов. Они просто не согласны, они просто думают по-другому. Вот такие марксисты пасутся на канале красного мотоциклиста. Плохи или хороши были стихи антисоветчиков, они свою историческую миссию выполнили с успехом. Абстракции и бессмыслица для бурзуазных художников – это норма. Но совсем другое дело, когда кто-то, позиционируя себя пролетарским художником, выдает ту же самую хрень с точно такими же убогими абстракциями. В принципе, не важно, о чем абстракции – о рабочих или о любви. От этого они не перестают быть абстракциями. Почему-то в рабочей Марсельезе нет никаких абстракций. Там есть метафоры, там есть обобщения, но они прозрачные и понятные. Напоминаю. Искусство как форма общественного сознания органически и неразрывно связано с политикой и философией. Поэтому пролетарский художник должен овладеть научным материалистическим мировоззрением, знать объективные законы общественного развития, бороться за торжество великих идей коммунизма. А главное – стоять на позициях коммунистической партийности в искусстве, значит настойчиво изучать жизнь, уметь глубоко раскрыть сущность социально-исторических явлений. И вот этого у главного борца с русским роком, как бы кому не хотелось верить в обратное, не наблюдается. А что еще хуже, не видно, чтобы он пытался сплотить пролетариев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok